Добрейшего геройского времени суток на связи Антиквар. Добро пожаловать в Героев Меча и Магии 3 Рок Бездна. Продолжаем проходить кампанию Фабрики. Сейчас проходим четвертую карту и стартуем очередную серию по прохождению этой замечательной карты Головоломки. Находимся в некотором цейтноте и тупике, можно сказать, потому что не вполне понятно куда нам двигаться, но при этом при всем давайте мы стрелков отвезем вот сюда, пока мы рядом, не будем мы вероятно возвращаться в замок. Хотя через этот портал, да, через этот портал можем выпрыгнуть вот сюда, ну ради четырех стрелков, с другой стороны все будут в одном месте. Да, давайте сразу отвезем. Ничего страшного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что пробуем осуществить вот этот момент, проверить. Ну вот с этим участком, да, куда можно там попасть. Может все нижние черные попробуем открыть. Как ты имеешь ввиду, вот те области на карте, мы их открывали, если я не помню изменять, там вроде нет ничего. О, как можно рвануть. Вроде бы участок, да, куда можно залететь. А нет. Извините. Тут да, если поиграться вот с этими вот полетами на дирижабле, я не сомневаюсь, что... Не то, что не сомневаюсь, я думаю, что... С неплохой долей вероятности можно открыть какие-то вот... Какие-то участки, куда можно и залететь. Поджемки ничего нового не открылось. Мы там квест можем сдать. Просто... Ну, сначала здесь хочется... Наверху, так сказать, посмотреть, что мы можем сделать. Ну, и, видимо, сейчас мы туда отправимся, потому что... Потому что ничего нового, похоже, нету, да? Мы тут не найдем. Какие-то кусочки такие, да? Прямо выступают, но... Но не то. Отсюда же нельзя тоже никуда пролезть. Давайте тоже я проверю все. От замка на северо-восток. Можно. Это можно. Вот так ты имеешь в виду, да, по диагонали. Вот тут мне интересно было нельзя. Ну, похоже, что нет. Ну, нет. Ну, нет. Ну, будем надеяться на что? На то, что сейчас мы пойдем в подземку и вот это вот... И... Джин. Да? Квест Джина. Откроет перед нами как раз какие-то недостающие моменты. Ну, даст нам какое-то новое направление, потому что здесь мы, ну, вот... Минотавров мы не пробили, это да. Но сюда, кстати, можно вернуться на одном быстром отряде. В принципе. Можно было бы попробовать. Кстати, может быть, это и надо было бы сделать. Шахта у нас где-то... Ну, вот замок есть. Пока мы рядом. Ну, как, мы относительно рядом уже. Ладно, нам сюда все равно возвращаться. Думается мне. Давайте в подземку. Да, давайте двинем в подземку. Полезные плащики придется отдать. Смотрим, где они. А, я же в комнате вот здесь, да? Угу. Так, сейчас. А мы ничего случаем не выполнили? Там вот это вот что за пацан? Тамус. Мы же его били, да? Мы же били Тамуса? Или нет? Все смешалось в голове уже на этой карте. Давайте попробуем сюда сбегать. Добрый вечер, ломан. Убили и убили, да. Вот тоже мне помнится, что... Так, сейчас по квестам, да? Пороемся. Выяснится, что мы тут столько мест можем посетить. Столько армейн собирать. Добрый вечер, когда ауткаст? Завтра вечер я планирую ауткаст. Можно нас в западную часть карты направить? Не можно, да? Так, подождите. Или мы отсюда? Где он есть-то? Ну, мы отбегаем, нет. Но это как-то мы очень жестко отбегаем. Сейчас бы здесь еще мувпоинты. Тратить я, да, где их можно не тратить. Ну, то есть вот тут в подземке. И так можно же. Сейчас мы только в нужной точке вынырнем. Поближе, но не настолько. Блин, нам вот этот нужен. Вот как... Когда был не нужен, только там и выпрыгивали. Все как... Все в лучших традициях храм дома. Что вы пишете? Желтый, фиолетовый, розовый. Они рядом, да? Где-то у нас два. Напротив вот тут где-то. Угу. Да, так будет, пожалуй, побыстрее. С первого раза, на. Так, и сюда мы как проходили. Через вот этот выход. Угу. Ну, хоть здесь. Куда надо, да, нас? Выбросили. Кольцо забвения, которое у нас где-то тоже требовали. Здесь, в хижине мага. Угу. Интересно. Специально, ребят, увидел обелиски, показываю. Посещено, посещено. Тут вот нельзя вот просто в них зайти. Вот это тоже, очевидно, за рельефом. Так, а как туда мы попадали-то? Через портал. Угу. Все, есть. Есть, есть, погнали. Ладно, что, спасибо. А что, спасибо-то, можно было добежать до этого портала. Антиквар. На мувах можно было на честность. Давайте, я хочу на мувпоинтах это сделать. Я, конечно, понимаю, что я в несколько дней уже потерял на этом. Ну, блин. Может, мы тут можем мимо? Можем. А, нет, стоять. Зеленый же. Блин. Перепутал. Зеленый это у нас острово, да, который у города. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Из чувства любит прекрасный. Да, да, я помню, что на острове в море, да. На острове в море, да, который вот этот. Идея, через вот такой монолит можно как-то добраться. Да, но тут нам не выйти в портал, а отсюда. А эти монолиты, блин, ну вот, а тоже с тем монолитов тут, конечно. Не вот эти два, да. В общем, ладно, на дирижабле и погнали. На самом деле, если нам эта хижина не даст какого-то обзора, то я даже и не знаю. Для прохода дальше. Что могут дать в хижине? Город, портал, который справа от гробницы. Да. Часто написал, и я все вспомнил. Ну, уже, уже летим. Ну, уже летим. Жилище в дальнем углу пещеры, на первый взгляд, выглядело заброшенным. Однако, вы быстро поняли, что это не так. Пройдя вглубь, внутрь вы оказались в хижине, буквально забитой полками с книгами и склянками со всевозможными зеленью. Алхимик, явно владелец этого обиталища, стоял, склонившись над хрустальным шаром. И что-то рассматривал. Наконец-то, произносит он. Я некоторое время наблюдал за вами и знал, что вы придете. Вы ищите лабораторию Агара, ведь так? Мне известно, где она находится, и я хорошо знаком с ним самим. Что касается лабораторий, туда было сравнительно легко попасть, но все изменилось, когда он начал эксперименты с этими... червями. Теперь многие дороги фактически уничтожены обвалами, и добраться до места можно только по воздуху. Прошу вас, пройдемте сюда. Алхимик указывает на свой хрустальный шар. Мне есть что вам показать. Ну, видимо, да. Видимо, должны нам что-то в шаре сейчас засветить. Ну, и мы в дирижабль, и погнали дальше тут развлекаться, да? Можно кристаллы, кстати, забрать еще. Здесь же, я так понимаю, страж защищает только шахту. Некоторое время наблюдал, 21 месяц. Не говори. Ну, видимо, его алхимические изыскания, не знаешь... Ну, как бы... Не слишком активно продвигались. Было у него время на понаблюдать за нами. Залететь можем отсюда. Ну, и погнали. В pueden путь. Пока. Время. 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 Without a Splice. Пока. Время. Время. Да. Время. А можно даже сюда, да? Тут проход в подземку, собственно. А зачем вот эти вот нам штуки засветили? Видимо, нас интересует вот эта история. Синяя палатка снова по стражу. Синяя палатка у нас где была? Что-то какой-то портал она охраняла, да? Да, вот он он. То есть можно в подземку, можно портал еще смотреть. Пойдемте в подземку. Давно мы там не были. Или, 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 или. Вроде портал недалеко. Или портал подземку. Попробуем, посмотрим, где он, куда он выходит. Любопытно, что дирижабль может зависать над водой, но не может зависать над другими элементами ландшафта. Ну, казалось бы, а какая разница, да? Ну, то, что он поднимается над горами, он не может зависнуть высоко или что. Но вот такие игровые условности. А тут выход все равно в подземку. Фульгия. Фульгия. Здравствуй, Фульгия. 345 маны. Угу. А, он не зависает, он садится. Да, все верно. Логично, да. Угу. Это стримлер опять все неправильно сказал. Садится, верно. Странно, что он не может зависать. Я буду настаивать. Ну, это посмотрим, что там Фульгия бахает. Что она делает? Понятно, что она вообще, кстати, хорошая, да, на фоне того, что мы видели. Что он сделала? Защиту от воздуха. А, мы не... Почему я... Мы не переоделись, что ли? Ну, конечно. Конечно, зачем нам нужно плюс 2 скорости? Я думаю, что не так-то? Где прокол? Ну-ка, вот-вот там и был. Там и оказался. Куда мой бинд делся? Интересно. Ладно. Давайте перебиндим, мы люди не гордые. Так, это можно, кстати, не ставить, и раз она защиту бахает, да? Нужна ли нам такая сфера? Вообще вопрос, нужны ли нам тут сферы? Или условно можно минус удачу вот так забабахать? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все у тебя будет хорошо... Мы дракона от этого спасли... От преобразователя... Чтобы вот так его слить... На такое мы и не подписывались... значит клон она делает наклон вроде вроде норм кстати можно джина было бы и не подставлять как чтобы тут им вейтится подождите ведь сразу все сделаем как хочется как видится правильным обиделся до элементарь не подожди ты в дракона хорошо стрелял подожди кстати а тут дракона можно вообще в деф стать отдавать попробуем так без дефа ну поменьше урона тут в него пройдет с дефом весна и и и и и и и Не туда убрал дракона, да? Что-то деф не сильно помог, 100 как было, так и осталось. Тут ведьма ангелам надо сразу врываться вот сюда. Тихонечко, тихонечко, что началось-то? Так. 6-9. И так нам не слиться объединороганики. Непонятно, да? Ангелам, типа, попробовать танкануть эту историю. Ну, тут вот эта вот штука. Ну, пускай я тоже думаю, но слишком рандомно эта история. Ангелам танкануть, дать клон, насчет клонам бабахнуть. Что, ангел, живи? Он живет, и он, ой, он, во-первых, хорошо живет, во-вторых, ой, как хорошо, вот слушай. Хотя, вопрос, хорошо или нет. Куда основный антикварт? Что ты делаешь? Ну вот, да, блин. Но, вопрос, смотрите. Вопрос в том, что клон-то подставь, это понятно, но он сделает клона рыбы, клоном убьет моего клона, а рыбой бахнет в ангела. И вот, я думаю, что ударов 166 рыб он не переживет. Тут вот в чем проблемка-то небольшая. То есть, мы это понятно, что легчайше бьем, но с какими-то небольшими потерями, которых, ну, вы знаете, да, хочется избежать. Так-то все неплохо тут идет. Но. Есть нюансы. Ну, мы единичку, кстати, это можем забрать. За машинами лететь? Это идея, да, с машинами войны. Ну, все относительно на этой карте, ты же знаешь. Далеко? Ага, относительно. Нет. Или да. Не знаю, как мне сказать. Ой, блин. Так, ладно. Султан, ты не выживет или выживет? Султан, ты выживешь? Нет. Ну, причем там много не выживает. Много не выживает. Главное, я не очень понимаю, что вот здесь можно поменять в этой схеме, да? Ну, можно, конечно, довести до конца посмотреть. Там, может, ангел тонканет. Вот там, в итоге, в финале. Ну, давайте попробуем. Попробуем. Если нет, да, за машинами, пожалуй, сгоняем. Может получиться. Увы, да? Ну, это не просто. Попробуем. Попробуем. слушайте а в кого вот эта дрянь будет стрелять в этом ходу может в дракона если в дракона нас вообще все устраивает на нет она стреляет не в дракона так ладно давайте я до конца доведу тут вариант который я хотел я еще никак не доделаю заклинание на кого не подействует но тип нам чуть не хватает до 1300 ну как чуть-чуть но чуть-чуть да и 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 Продолжение следует... Может быть здесь дракона оставить, чтобы он попробовал вот это вот оттанковать. То есть дракона мы ставим, ангелом мы здесь бьем. Дракона ставим куда-нибудь сюда. Да зараза такая! Много урона, много. Ладно. Где у нас машины военной были? Кайф! О, а в лайве даже прикольнее. Отсмотревший 13 стримов за выходные. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо большущая. В лайве да. Спасибо большущая за поддержку. Ребят, где фабрика машин? Где-то вот в этой части точно. Так, мы обзорку засветили, да? Да, мы после этого где-то в нее сошли. Где-то тут. За забором в правой части, да? Это я... Ааа, да, я вообще не про то. Не про то помнил. Ну давайте сгоняем туда. Есть герой, ясно, что с ним воевать. Спасибо, да, ребята, подсказку. Я что-то... У меня почему-то отложилось, что здесь, после этого обзора. Да, вот тем, кто это проходит, конечно, сам, без чата, без стрима. Не знаю, мне было бы прям совсем тяжело вот это тут высматривать. Ну понятно, что я бы высмотрел, но времени бы это занимало... Призрядное количество. Может быть, конца обновилось, нет? Жалко. Я бы не возражал, если честно. кстати говоря сейчас мы удачи все как на делаем ну есть я да я вот даже не сомневался эти штуки нельзя настроить да это просто вот ну тупо тупо мне везет тупо повезет короче так ладно машина войны на месте еще раз вот эта штука у нас что здесь делает если понятно да если у нас дух уныния может все таки не дух уныния моральки несколько моралек до модификатор что и там морали могут быть но там элементарий много 115 хп в прошлый раз 100 оставалось ну не то чтобы это здесь прям решала я думаю оп так 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 а а и и и и и и и и мы все языка . просто морально было надеть да и мои машины бы не понадобились ладно нет сейчас грязище никакой не будет типа новых запрещенных заклинаний там использованы ну вот это ради бога да машина можно было наверно как-нибудь спасти да ну ладно за ерунды не будем переживать неплохо разобрали самое интересное машины то ну поползли бы они в другую сторону мы бы одних полетали то есть тут как бы машины были не так чтобы по факту прям нужны ну ладно но при другом развитии событий если бы моральки у нас не выпадали то конечно до машины то что здесь могло помочь однозначно так из одного портала выходим в другой заходим все да серьезно ну здорово че даже не знаю что сказать но мы убили героя который по-любому где-то квестовый будет нужен так что это было не зря сто процентов так и теперь мы куда сюда да что Продолжение следует... Ну-су, готовы, друзья мои? Подземочка, какой кайф Так давно мы здесь не были Ой, я уже успел соскучиться Век бы ее не видеть, или как вот это нужно правильно говорить, но... Первый вход в лабораторию Агара оказался наглухо закрыт дверью из незнакомого вам странного металла После нескольких попыток сломать и расплавить дверь стало очевидно, что это бесполезное занятие В двери видна замочная скважина, однако открыть ее явно можно только изнутри Разочарованно осмотрев дверь еще раз, вы собираетесь уходить, когда вдруг замечаете следы лап-огров и орков на полу пещеры Некоторые из них уходят вглубь лаборатории, возможно не только Агар имеет доступ внутрь В горной крепости варвара Акратовы обнаружили странный предмет, уже вернувшись в лабораторию Вы поняли, что это ключ от логова Агара, желаете пройти? Конечно За дверью вас встречает грозного вида крылатый демон, закрывший собой проход О силе подобных существ ходят легенды, и вы не рискуете вступать с ним в бой И как только Агару удалось заслужить доверие одной из этих тварей Еще некоторое время демон молчал с подозрением, осматривая незваных гостей И наконец проревел Верните мне реликвии, я позволю вам пройти Ну что ж Что ж Верните, давайте вернем у нас Попроще есть штуки, да? Ну что поделаешь Ничего Нормально Как говорится и так сойдет На статах не сильно отразилось, да? Там минус два Ну в общем Как будто библиотеку не посещали Ворота задания Впереди проход лаборатории Агара, но пройти можно только в одну сторону Кольцо дипломата В одну сторону Не, подождите, давайте мы сначала осмотримся здесь Снаружи, так сказать, потопчемся Потоптались, да? Угу Хм Потоптались, проверяй Голубая Это та, что нам недоступна Ну и хорошо Нет и нет Как говорится, не очень-то хотелось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Червячки С которыми экспериментировал Агар Бронзгай, спасибо за стрим Фредерик уже раскачан Аки Терминатора Есть подозрение, что на этой миссии с ним все А там кто его знает Ну, может быть Почему нет Может быть, да, там под финальную уже миссию А дальше Генриет Ну, посмотрим Че гадать, если все увидим Я осторожно ступал по пещерам, что шли вглубь от лаборатории Агара Но мгновение На мгновение мне показалось, будто мои собственные магические силы улетучиваются Но лишь на мгновение Мои мысли прерывали странные звуки Впереди появились зловещие глаза Конечно же Я же Я мог догадаться, что Агар оставит своих любимых зверушек Охранять лабораторию Кто не знает, Агар по геройскому лору Создатель бихолдеров Ну, в общем, зловещий глаз Я не помню, там в этой кампании об этом писалось или может быть В комментах было Виверн не кормить Не будем, у нас доступа нет Начинается Ну, что это такое? 250 плюс 250 плюс Ну, по идее Проблем быть не должно А, ой-ой-ой-ой Что-то я как-то Нет? Ну, ладно, тогда старый добрый болтик И тут, собственно, да Он пойдет Да, можно было и без болтика Без старого доброго А тут у нас Агар в палатке Дайте-ка я угадаю Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ничего себе Ничего себе, дрянь такая Посмотреть на нее Агар 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 Натур... Натур... Натуралистичная история О том, как Агар Растерзали его же собственное чудище По сообщению еще одного заслуживающего доверия источника Агар погиб на колдовском турнире И, наконец, пришло известие, будто Агар Живой и невредимый прибыл в Джадан Относительно песчаных червей среди волшебников И изобретателей Бертона предположения ходили самые разные Одни утверждали, что Агар принялся ставить опыты на диких песчаных червях И подопытные вышли из-под контроля Иные настаивали, что он намеренно натравливает червей на поселение в известных лишь ему целях И вот теперь Агар стоял передо мной Чернокнижник явно был живее всех живых, по крайней мере, наличию он точно не походил Глаза колдуна бегали, на лице дергалась нервная улыбка Казалось, он не мог определиться заговорить со мной или же бежать прочь Они... Они все еще здесь? Спросил он, заглядывая в глаза то мне, то Кастеру Черви? Те, что в лаборатории, убиты Агар вздохнул с облегчением человека, которого вытащили из петли и пинками прогнали с и шафота Наконец-то! Кабы мне знать, чем обернется этот новый эксперимент, не начинал бы Поначалу все шло просто отлично Первые экземпляры Алгой Хархуев показали себя превосходно Их прожорливость была восхитительна Зубы крепче, чем любой материал природного происхождения, что мне известен А потом... Потом мне показалось, что кто-то влез в мою работу и привнес в нее хаос В новом выводке появился червь иной породы Я назвал его... Вернее, ее матриархам Я думал, ничего особенного, новая ступень ускоренной эволюции, ведь я собаку на ней съел Но воля матриарха оказалась для твари сильнее моей Большая часть ее выводка более мне не подчиняется, а сейчас она уже начала отнимать у меня контроль и над предыдущими поколениями Мне удалось сохранить власть над некоторыми особами при помощи лошадиных доз магии Но толку от этого было мало Их сил не хватило даже для того, чтобы помочь мне выбраться из лаборатории Если бы вы знали, сколько проблем доставили мне эти черви Если бы только вам ядовито заметил я Ваши черви устроили в окрестностях лаборатории самый настоящий ад Оползни уничтожают горные дороги Алгой и Архой нападают на шахты и пограничные поселки А их перемещение вызывают землетрясения От них разрушения случаются даже там, где эти твари не показываются на поверхность Агар вдруг выпрямился и внимательно прищурившись посмотрел мне в глаза Молодой человек, вы очень красиво гневаетесь Я почти поверил, что вы проделали такой путь только, чтобы увидеть меня и сделать внушение за беспечность А теперь говорите начистоту, в чем дело, что вам на самом деле здесь нужно? Нет, эта история закрутилась все же вокруг вас Не так давно из Бёртона отправилась экспедиция на ваши поиски Потом пропала По всей видимости, они запутались в подземных ходах и забрели в древнюю гробницу Но черви уничтожили проход в ее северную часть Так что теперь наши товарищи отрезаны от внешнего мира Черви Боюсь, единственный способ остановить их распространение, это уничтожить матриарха Других вариантов просто не вижу Кроме того, пока она жива, я не могу продолжать исследование Набросать работу на полпути я не привык Клянусь, вы еще пожмете руку старому агару, когда я покажу вам, на что способны мои червячки Если никто посторонний не лезет им в голову Что же касается вашей экспедиции Кажется, я знаю, о какой гробнице вы говорите К моей лаборатории прилегают затопленные пещеры, которые ведут на север к пещерам гробницы и другому входу За ним странный зал, зал иллюзий Я несколько раз пытался преодолеть эти пещеры, но безуспешно Они наполнены странным густым туманом, пробираться через них чрезвычайно сложно Но если вы настаиваете, в моей лаборатории остались два магических свитка, которые нам придутся как нельзя кстати С этими словами агар жестом предложил мне проследовать в сторону лаборатории Так, ну вот он агар 30 уровня, изобретатель С неплохой прокачкой, да? Назовем это так Ну заклинания ровно те же, что и у меня, но только телепорт есть, да? Телепорт мы еще себе как бы ранее не получили, где могли Угу И? Ну и? И зачем нам его дали? Куда-то может пройти только агар или что? Ну тут еще проход был, да? Угу Ну окей, побежали Случайно не можешь, нет, открывать? Твоя лаборатория все-таки А, вот тут еще ворота вниз есть Я полагаю нам сюда, и что пройти может только агар или что? Сейчас посмотрим, а тут можно подкачаться Подкачаться это мы завсегда, да? Подкачаться это мы любим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Местная стража говорит, что у нее приказ пропускать только героя Агар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фредерик все, да? Закончил свое путешествие? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подождите И тут, и тут У меня вопрос, а если мы отсюда уже не вылезем? То есть мы же пройти сюда не можем? Так может нам телепорт-то все-таки Фредерику в книгу в это? Или дальше все, дальше Агара мы на него пересаживаемся? Что-то, конечно, непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего не пишет, да, кто должен перейти? Два свитка обещал. Обещал, но нет у него свитка. Мутная какая-то история. А где я записывался здесь, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должен забрать в лабораторию. Так, окей. Давайте. Пусть идет забирать в лаборатории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно, что в лабораторию с ним Фредерик не может пройти, а, ну, как бы, а почему бы нет-то? Занятного дали? Знали, что если передать... Передать артефакты с одного героя на другого, то бинды сохраняются. Я вот не знал. А вот и свитки, да? Хождение по воде, вызвать корабль. Ага, и тут, типа, вода. Угу. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуй пройти за ним. Давайте попробуем. Ну, я полагаю, нас не пустят. Ну, там было написано, что Кагар. Как бы, да. Как бы, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лаборатория чернокнижника. Сейчас, ребята, я окошко выпущу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лаборатория чернокнижника. Нам его с собой тащить или нет? Или, собственно, он здесь остается и прекрасно себя чувствует? Мы можем его здесь оставить, и, в общем-то, мы теперь можем ресурсов наменять, да? Хотя бы на автоматонов, чтобы было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять же, юниты из двух других фракций С моралью будет просто печаль, если их с собой забрать Поэтому я что-то даже и не знаю М-м-м Да, с голдом, наверное, и надо идти М-м-м Продолжение следует... 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 Немножко джинов И пелюшку Просто капельку Семьсот штук Просто чуть-чуть Ну что-то опять же я что-то сомневаюсь Как с минотаврами знаете Ну да куда Куда тут Предположим клон Ну зачем это Так ну тут мы Короче это ведь не будем Я конечно спопробую Но Каст чудесный как всегда вовремя Без замедления тут Не вполне понятно что делать Ну не знаю Слишком их тут много У меня даже еди нет Как это можно бить Такими темпами стеки Будут за тысячу переваливать Я думаю до этого не дойдет Ладно я полагаю что без одного Магического стата Мы уж как нибудь переживем Блин ну вот Да вот эту штуку Надо бы поставить все-таки Тут сколько 250 Вот это Наш размерчик Нам позволяет Продолжение следует... Здесь по той же схеме... Мне, конечно, очень не нравится, что тут туман войны, да, опять начинает все закрывать... Довольно мерзкая история, но что поделаешь... Нельзя высадиться? Зато вот так можно сделать, да? Угу... Угу... То есть сюда можно пройти только тем, у кого есть свиток, хождение по воде... Кстати, вот эту механику я тоже не знал, что... Ну и то, что можно, да, раскопать на берегу ямы и нельзя будет причалить на корабле, пристать, это я знал... А вот то, что можно с хождением пробежать... Ну все логично, через такие же ямы можно бегать... Но это занятно, это с этим я нигде не сталкивался... Агаром можно передать свиток на берегу... Да, передать можно, вернуться при этом... Так можно... Вернуться, высадиться, да... Ну, тогда будет другая проблема... Эээ... На следующий ход у нас здесь, скорее всего, не будет обзора... Но да... Гриша, прекращай удалять сообщение... я сказал что людей не баню ничего не удаляю я конечно понимаешь у тебя свой курс пусть люди пишут то что пишут я же не баню вот они баню сообщение в чате это хорошо для стрима так ну в общем агара мы оставляем здесь ну да сейчас тут мы сейчас пропускаем ход и у нас не хватает вижу на чтобы бежать я так понимаю ну да то есть мы не пробежим правильно то есть нужен это это не дирижабль который через темноту доработает а 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 в общем что рабочая версия передаем здесь свиток фредерику идем туда там утопия вообще-то стать под утопию может быть миссоном взять какое-то кого будут бить то интересно в утопии может за замком обзорка может быть но пока туда не пройдем мы этого не знаем интересно что утопии а а а а а а а а а понятно что утопию состав на статах мы как бы и не заметим а мы кстати первые ходить будем хасту дадим они там нормально должно быть так подождите насчет этого прохода так мы можем же не высаживаться да мы можем здесь ну мне кажется я понял как можно здесь пройти сейчас посмотрим получится или нет да не высаживать второго на берег хотя подождите не высаживать второго надо идти что думать но иногда очень неплохо подумать прежде чем что-то сделать очень неплохая такая штука пожизненно думать прежде чем что то делать а 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 и подождите мы можем собственно две лодки же или тут только одна вызывается а ну лодки нам может перебегаем и и и и и и и и Продолжение следует... Так, ну давайте мы... Все-таки свиток пока дадим, что-то я не могу сообразить. Посмотрим, что там на другой стороне, может быть, не надо тут ничего придумывать. Давайте сделаем так. Иди, дельфинчик-то. Куда дельфинчик-то девали? Дельфинчик-то. 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 Так, ну а собственно, да, что я думаю... Пацану верни свиток. нет чё я думал твоей думаю сантин здравствует плей будет да будет через некоторое время начну укладывать здарова яр сколько драконов 59 единичка книга магии воды сфера доспех чудес руны неизбежность книга магии воды это прекрасно а заклинание только только в свитке да то есть в книге нет а Субтитры сделал DimaTorzok Редериком Посмотрим, что там дальше Ага, дальше мы приходим к необходимости здесь Ну, собственно, мы можем корабль вызвать, да? И цвет у нас будет Да, сохранений немножко Немножко так сохранений Зато в книге у нас телепорт появляется Нет худа без добра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, магическая энергия, ну да Пытаюсь костануть на проклятой земле Может тут можно костануть, да? Или нет накладной ландшафт? Не, нормально, тут можно Ммм, неплохие такие статы у Трофана Статы что надо Ничего не будешь делать? Так, а сколько наши эти ребята? Блин, немножко неправильно Воскрешать будет 362 скелета война Выстают из мертвых И что и мы тут Подождите, у него на сколько Раундов воскрешений хватит 12 Ну давайте, ладно Пусть воскрешает Видимо тут Какая битва на истощение Субтитры сделал DimaTorzok Надо было, наверное, поменьше статов сюда везти Кстати, надо было, знаете, что сделать? Надо было, может мы его молнией можем Вряд ли он, скорее всего, будет воскрешать Достаточное количество Но все равно надо хоть усилок взять Усилок-то у меня не установлен 363 он воскрешает Субтитры сделал DimaTorzok увлекательная боевка по идее мы его истощим этот момент за 10 раундов тратить 120 иди так должно работать он не будет воскрешаться мы просто елки-палки ну просто смотри куда добегает ну может правда оставить это дождите чтобы один отряд был у нас сейчас я умаюсь тут летать всеми время все равно дракон отъехал на ком-нибудь ну на ангеле пусть пусть это будет ангел и выиграть надо битва мишу в отряд встает любит уложившись пора так сейчас сейчас стример соберется сделать все что надо с артефактами и все у нас будет неплохо еще палаточку здесь спасешь ну смысле тележку да ладно прикиньте ангел был бы стреляющий летал так стрелял бы раз заморалился выстрелил заморалился выстрелил это дело бы было главное не накосячить какие-то момент прошествия 15 15 50 раундов вот восстановился конечно поднимает больше чем я сбиваю ничего уничтожить нежить уничтожить нежить есть но молния в одиночную цель намного эффективнее увлекательная кэш боевка ну не первая первая шесть такая же я говорю тут главное не промесклики сейчас мы из него мант потянем потихонечку потянем прикиньте нам потом них по идее должно ну я ребят что нужно держать в голове что у нас 100 раундов есть на был до поменьше прочего если мы не укладываемся в них там и про это мы на автомате отступаем из боя вы понимаете нас немножко не устраивает ладно все ману там уже на убыль пошла вот вот не дешевле ли стрелки кидать пропустил мой рассказ про количество раундов до как ты понимаешь что стрелки дешевле два раза нам надо 100 раундов ложится при этом при всем а как он будет филиться если кидать стрелки с минимальным урона каждый раунд или нет я не уверен зачем максимально будет ну то есть долго и это будет дольше и не факт что это принесет вообще положительный результат а тоже сколько времени тут с ним летают вот в этой максимально простой казалось бы истории вытащи из противника всю ману при том что у него ее 580 до ничего осталось три ра три раза тебе еще воскрешаться 3 потом то мы тебя заделаем все кончилось кончилось у тебя да ну все теперь просто его добиваем сейчас стрелки как жахнет по ангелу прикиньте вот это был бы номер и и и и и и и и и Ну ты конечно и жук Побежал бить Тележку нам Ух Так Этого мы победили Не знаю зачем, но победили Ну видимо дальше пригодится, да? Впереди вновь показались Затопленные пещеры И похоже снова придется плыть Агар предупреждал нас Он сам несколько раз пытался добраться До противоположного берега этого подземного озера И с помощью магии И на лодке Но озеро полно подводных камней А противоположный берег Слишком далеко, чтобы положиться на заклинание Возможно мы сможем Увидеть то, что нам нужно Если обойдем Наш корабль По воде Эта глубокая мысль тут зашифрована Давайте еще разочек Возможно Мы сможем увидеть То, что нам нужно Если обойдем Наш корабль По воде Нихрена не понятно Че тут хотели сказать Но что-то важное Безусловно Так Ладно Друзья мои Давайте на этом моменте Мы поставим наше прохождение на паузу Как мы любим В момент максимальной интриги Чувствую Следующая серия Следующий стрим Будет максимально интересным Так вот По нашему плану Завтра вечером Ауткаст Да, ауткаст у нас будет А во вторник будет продолжение прохождения кампании На вечернем стриме Поэтому там мы и продолжим Разбираться с этими головоломными Головоломками и загадочными загадками Спасибо всем огромное за компанию За внимание Это был Антиквар Оставляйте ваши комментарии Ставьте поднятые вверх пальцы Всем удачи И до встречи Пока